Областной фестиваль детских молодежных объединений «Дружба без границ», посвященный 95-летию пионерского движения, состоялся на текущей неделе в городе над Бугом. Форум собрал порядка полутысячи ребят со всей области. Старт празднику дал концерт. Со сцены прозвучали любимые хиты о дружбе, взаимовыручке и мире. Здесь это будущие лидеры. Вообще, можно сказать, в целом, это будущее нашей страны, это будущие кадры, потому что, скажем так, пионерская организация включает в себя много направлений деятельности. Они помогают и пожилым людям, они выступают и с агитбригадами, они учатся творческий талант себя реализовывать. И, скажем так, это кадры для и Белорусско-Республиканского союза молодежи, ну и для других общественных организаций, потому что здесь дети чувствуют плечо своего товарища под руководством педагога, они делают хорошие дела, и нам это тоже очень важно. Следующий пункт программы – поздравления друзей для юных активистов. Брещен и показательные выступления подготовили десантники и спасатели. Ребята за происходящим следили не отрываясь. Как потом признавались, слаженность и четкость движений, мощь и сила боевой техники – все это в такой непосредственной близости завораживает и оставляет яркие впечатления. Атмосфера очень позитивная, все ребята активные, добрые. Такие мероприятия помогают детям сплочиться и быть командой. Атмосфера здесь дружелюбная намного. Я себя чувствую на сцене очень хорошо, и как бы все улыбаются и все рады пионериям. Благодаря пионерии я как бы раскрыл свой творческий потенциал, благодаря пионерии я участвую во всяких сборах, то есть всякие бригады и так далее, все эти выступления. Ну в общем, пионерия для меня это как ключевое, можно так сказать. Пионерская организация 95 – солидный возраст, который между тем не мешает ей быть вечно молодой. А как иначе в ее рядах активные, целеустремленные и талантливые представители подрастающего поколения. В настоящий момент Брестский областной совет Белорусской республиканской пионерской организации насчитывает в своих рядах более 95 тысяч человек. Творческую бьющую через край энергию направляют в мирное русло трудолюбивые и ответственные педагоги. Я очень благодарна, что рядом с нашими ребятами находятся опытные педагоги и молодые люди, которые приходят сразу после университета. Мне хочу обратиться к ним в первую очередь, чтобы они тоже вливались в нашу семью, чтобы они не боялись пионерской организации, чтобы учились у своих более опытных коллег, педагогов и чтобы шли рядом с ребятами. Очень хочется сказать и поздравить всех с праздником, именно еще и родителей, потому что сегодня пионерская организация строится также на большой поддержке, родительской поддержке. Ведь только они дают согласие на то, чтобы ребенок вступил в организацию. А если уж дали согласие, то я думаю, они и готовы поддержать все наши идеи, проекты, принимать участие во всех наших акциях. Главной областной площадкой для праздника стал город над Бугом. Однако важную дату не обошли вниманием и за его пределами. В преддверии 19 мая мероприятия прошли во всех районах Брещины. Где-то состоялся пионерский сбор, где-то ребята высаживали сады, где-то в небо устремился огонь традиционного костра. Одним словом, 95-й день рождения организация отметила ярко, как и следует, празднуя без пяти лет век. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания Буг.ТВ.